Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Итак, начинаем. Антонис Ван Дейк. Голландская школа. Молодые лорды Дигби и Рёсселли. Антонис Ван Дейк, ученик Ван Барина, совершил свое художественное образование под руководством Рубенса, который, ценя выдающийся талант своего молодого товарища, нередко пользовался его помощью при своих работах. Путешествие Ван Дейка по Италии способствовало его развитию и благотворно отразилось на его технике. Улучшивая историческая картина, написанная им вскоре после возвращения из Италии. Так, хранящаяся в Эрмитаже картина Ван Дейка «Святой Себастьян и Богородица с коропатками» носит явные следы влияния великого венецианского мастера Тициана. Однако, вообще, в исторической живописи Ван Дейк значительно вступает своему знаменитому учителю, как в отношении фантазии, так и в силе и блеске красок. Настоящая область Ван Дейка – портреты, которые отличаются изяществом и благородством, ясностью и силой колорита, а также неподражаемым совершенством живых. Ван Дейк провел большую часть своей жизни в Лондоне, где он состоял в предваре несчастного короля Карла I и переписал всю английскую знать. Из портретов Ван Дейка Эрмитаж владеет многими превосходными образцами, как и портрет графа Денби, лорда Уортона и других. Из портретов Ван Дейка, написанных в его молодые годы в Антверпене и в Италии, особенным очарованием отличаются женские портреты. В позднейшее же время, после того, как он поселился в Лондоне, лучшими из бесчисленных написанных им там портретов были портреты юных сыновей английской аристократии. Несмотря на то, что это произведение уже носит некоторые следы манерности, аффектации, поз и несколько поверхностной декоративной техник, они прекрасно передают характерные черты расовой красоты, в кавычках, которые отличались тогда знатной молодежи Англии. Великое мастерство художника со всей силой проявилось в воспроизводимом нами большом двойном портрете, составляющим собственность Дарн Лея Капгейм Гоу. Поза, в которой эти красивые юноши стоят в своих великолепных костюмах, также сознательно изысканно, как и группировка их перед парчевой занавесью между двух колонн, как и характеристиках их личных склонностей в виде атрибутов, лежащих перед ними, перед одним вооружением, мног другого книги Глобус. Мандек сумел так тонко и пленительно передать мягкие округленные черты белокурого англосакса и благородное правильное лицо отпрыска норманов по всей их полародистой красоте, так тонко и метко обозначил удухший и серьезный характер одного и пылкий нервный темперамент другого. Блестящая роскошь красок производит такое сильное художественное впечатление, что никто в ней в силах противится могучему обаянию этой картины. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok